Всем привет ребята, меня зовут Андрей и сегодня мы продолжаем кампанию за казахское ханство. В прошлой части мы довольно таки успешно воевали с державой мин, но мы нападали на них не напрямую, а напали на их данника на державу Яркен. Это было безопаснее по многим причинам. Далее, после войны мне пришлось очень долго подавлять восстания, в основном восстания были в Индии, но мы как всегда справились с этим и даже немного подкопили денег ребята. Сейчас у нас доход плюс 30 монет, но если мы сейчас фулл содержание армии поставим, плюс еще крепости будем содержать на фулл содержание ребята, то у нас доход составит минус 64 монеты. Все потому, что у нас нету рекрутов и я нанял больше наемников, сейчас у нас 30 наемников и возможно наша экономика этого не выдержит. Дело в том, что у нас сейчас выбор, либо нападать на османов, либо нападать на мин. Я не уверен, что несмотря на то, что мин воюет сейчас в Великобритании, возможно война закончится как в прошлый раз. То есть ничем, никто ничего особо не потеряет и мин останется таким же сильным. Далее, с османами ребята, если мы нападем на османов, что будет? Их поддержат Богемия, Феррара, Харасан и Дели. А что насчет их союзника, то есть Португалия? Португалия оказывается воюет с Францией и они почему-то разорвали союз с османами. И именно поэтому, честно говоря, пока я доходил своими войсками, я смотрел, что Португалия не поддерживает войну с османами. И именно поэтому я решил напасть именно на османов, а не на Китай. Поскольку это будет легче, ребята. А поскольку у меня нету рекрутов, ребята, и то, что у меня сейчас перемирие с османами, Португалией и испанцами, а также с мин, то есть кто-то из них на меня может напасть. Они достаточно сильны, особенно испанцы, португальцы и мин, либо все одновременно напасть. Поэтому мне нужна быстрая победоносная война, чтобы на лет 15 было перемирие и можно было бы не беспокоиться, что они на нас нападут. Естественно, мы нападаем на османов. Я подвел две свои армии так, чтобы сразу взять в осаду их столицу. Благо территории не так далеко. Одной армией я сразу встану на осаду, а второй буду немножко здесь дежурить в качестве поддержки. И, естественно, на их союзника Харасан нападаем. И здесь у нас еще Дели, да? Тоже я войска сразу одновременно подвел, чтобы потом... Кстати, у Дели не так уж мало солдат. Что у нас по раскладу? 106 тысяч пехот, у нас 174 тысячи. По кавалерии 32, 29, 59 и 35 по пушкам. То есть у нас преимущество, но за счет Речи Посполитая, ребята. Без Речи Посполитой, мы бы, конечно, нам бы все очень плохо. Нас интересует больше, сколько у османов. 74 тысячи пехоты. Поэтому далеко нельзя отходить этой армии. Возможно, нужно сразу обстрелять. Но я не буду. Я не буду обстреливать. У нас преимущество. И давайте подождем. Подождем. Европейскую часть, скорее всего, поляки будут... Метра захватят. Попробуем. Чтобы разделить их. Пока поляки европейскую часть захватывают, мы... Я хочу разделить их. Их территорию на две части, чтобы они туда-сюда не бегали. Да, они здесь что-то могут у меня покушать, захватить. Нет. Не буду бегать. Здесь, видите, османские армии. Лучше встану сюда. Крепость всего лишь одноуровневая. Может очень быстро пасть. Так, Лахор пал, да? Давайте объединим армии. Так, мне все равно войск не хватает. Они, естественно, свою столицу сейчас будут отбивать. Отбивать держава Дели. Здесь мы объединим. И Сугла пала, да? Так, это еще одна османская крепость. Вернее, первая столичная не считается. Там крепостей не было. Так, Харасан пал. Что мы можем сделать? Может присоединим их наконец-то? Нет, они не хотят, потому что у них есть армия. Вот если бы я не затупил немножко и подловил бы их армию, то, скорее всего, мы присоединили бы их территорию. Но нам это не особо нужно, поскольку это османский союзник. И если они будут не с османами дружить, то с кем-то другим, ребята. А османы могут взять другого, более сильного союзника. А нам это не выгодно. Давайте державу Дели выводить из войны. Как мы только что сделали это с державой Харасан. Так, мы пока что выигрываем, да? Богемия. Давайте. Белый мир они только хотят, да? А чтобы их... Чтобы вот эти 49 полков отозвать, давайте на Белый мир. Нет, уже не соглашаются. Уже не соглашаются, не хотят. Мы взяли столицу, да? Вернее, крепость Дели. Так, если мы всей мощью ударим... Ну, держава Дели плохо сражается. Поэтому мы их побеждаем, да? Давайте, скорее всего, они... А, нет, я перепутал. Вот. Вот, это простая крепость была. Вот их столица на самом деле. Здесь далеко они убежать не могут. Здесь наша крепость их повернет. Давайте попробуем подловить их. Если мы шотнем их армию, будет вообще замечательно. Так, нельзя забывать... Про вот этот наш фронт. Фронт с османами. Крепость в Анкаре. Так, с Феррарой мы тоже воюем, да? Давайте их прогоним отсюда. Что они здесь бегают? Да, мне не нравится то, что они здесь бегают. Одной армией стоим на осаде. Так, и мы не можем, да? Здесь я уже упустил. Не можем туда-сюда бегать. Так, автономия вырастет. Инфляция уменьшится. Пускай инфляция. Так, я не могу за всем следить. Давайте Дели выводить из войны. Не успеваю, ребят. Из-за этого не подловил армию Дели. Анкара пала. Сейчас уже 18 век, и крепости довольно-таки быстро падают. А, так. Мы продвигаемся дальше. Вот здесь еще крепость есть у османа. Давайте ее захватим. Синоп. Здесь когда-то крепость была, но я снес ее. Так, держава Дели. Здесь мы можем разделить войска. Да, где-то вот их армия. 22 полка. И здесь 16. Ну, попробуем немножко. Пока мы здесь стоим на осаде. Вторую армию я далеко не убегаю. Дели пала, да? Интересно, военный счет сколько? 78. Здесь у нас все хорошо идет. Здесь мы можем разделить армию. Дохватить большую часть державы Дели. Так они не смогут нанимать войска, наемников. И очень, очень больно все это будет бить по их экономике. Так, мы можем, да? Попробовать посражаться с ними. Но в прошлый раз мы их легко разбили, поэтому... Так. Нам повезло. Мы сначала одну армию разбили, потом другую. Так, военный счет какой? 94. Нас вполне устраивает. Интересно, они согласятся быть нашим вассалом? Нет. 389 надо. У них много слишком территории. Так, у нас очень сильно растет агрессивка. Поэтому давайте заберем у них деньги. А территорий не так много будем забирать. И претензии заберем у них на провинции. Да? Всего лишь три территории. Даже две мы можем забрать. Ну, в принципе, чисто теоретически мы могли бы больше забрать земель, да? Но у нас и так агрессивка очень большая. И так, что у нас осталось? Богемия. Дипломат вернется. Так, уже можно, да? Но здесь еще опасно. Османов может... У них 74 полка было. Сейчас 59. Пехота. И чел пал. Дальше халеб давайте захватывать. Второй армии, опять-таки, будем держаться поближе, ребята. Поближе вот этой вот армии, которая сейчас осаждает. И опять нам генерал нужен. У него есть способность к осаде? Да, есть плюс один. Это очень важно. Так, и по... Где-то... У нас максимум рекрутов 102. А у нас всего 5000, да? Знаете, что мы можем сделать? Мы можем поднять ополчение. Да, нам это не особо поможет. 20 полков всего лишь подняли. И давайте как-то осторожно вот этой вот армии будем продвигаться. Чтобы нас не подловили османы. Мы сейчас не можем терять войска. Если будем сражаться с ними, то как-то осторожно надо. Так, богемия. Пускай они нам выплачивают денежки. Главное, что это победа. Так, османы с кем воюют? С испанцами продолжают воевать. И с нами. Так, и напоминаю, что они не поделили. Вот здесь я и испанская территория, а здесь я... Как сюда вообще... Ой, не мамлюки, ребята, извиняюсь. Как сюда османы залезли, непонятно. Так, крепость в хале пала, да? Здесь они нашу крепость захватили. Давайте ее освободим. И вот сюда вот пойдем. Так, с османами я не хочу пока драться. В сторону легализма. Интересно, у меня хватает очков? Нет. Я никогда не накоплю благочестия, поскольку у нас республика. Давайте попробуем сразиться. С османами. Поскольку они идут, скорее всего, к моей столице. Да, мы проигрываем. Османы сражаются очень хорошо. Нет. Выиграли, выиграли, ребята. Знаете что? Столица это, конечно, хорошо, но... Надо здесь хотя бы двухуровневую крепость построить, чтобы она не падала слишком быстро. Так, и слишком быстро падают... Так, мы здесь освободили нашу крепость. Мы тоже быстро захватываем вражеские крепости. Поскольку мы там выиграли, мы можем попробовать стать здесь. Так, это Багдад, да? Крепость захвати. Может быть, потом, когда с финансами будет получше, я четырех-пяти уровневую шести построю крепость. Так, здесь османы быстро разделяются. У нас крепостей здесь нету. И поэтому они сейчас быстро все захватят, да? Мы двигаемся в их сторону. Не дадим это им сделать. Военный счет очень быстро растет. Поскольку крепости падают в считанные месяцы. То есть, даже полгода нету, и они падают. Так, еще одна крепость. Ну, крепость в Багдаде пала за 130 дней, ребята. Так, еще год-два. И война закончится, я думаю. Так, мы здесь что-то принять можем? Так, мы подловим их или нет? Но я боюсь, что мы проиграем. Ну, давайте рискнем. Сначала объединимся. В Велькараке пала крепость. И осталось всего лишь в Александрии, да? Так, уже здесь держать две армии вместе можно не обязательно. Поскольку здесь поляки. И османы где-то тут гуляют. Кстати, нельзя им дать захватить нашу крепость. Османы здесь у меня гуляют, сволочи. Так, крепость в Кахире. Пала. Военный счет 90, да? У нас рекрутов нету. Давайте, ребят. Меня устроит этот военный счет. Я не буду дальше продолжать. Я не хочу прямых столкновений с османской армией. Иначе это все очень плохо для нас может закончиться, ребят. Давайте, знаете что? Возьмем... Будем двигаться к Александрии. Торговому центру. И в Алеппо захватим, наверное. Торговый центр. Ну, вернее, торговый узел, но не так важно, ребята. Не суть. Османов мы довольно-таки сильно ослабим. Очень много у них территории заберем. У нас есть кредиты, да? Очень много. Ладно, не будем жадничать. Денег больше заберем. Но проблема в том, что... Из двух тысяч монет большую часть заберут себе. Скорее всего. Хотя нет. Большинство мы заберем полторы тысячи. Но я не хочу жадничать, поскольку у нас и так будет сверх расширение большое. И это все очень печально для нас может закончиться. Зато мы захватили крепость в Дамаске. В Элькараке мы оставим крепость, а вот в Дамаске давайте снесем. В Алеппо тоже снесем. Все-таки у нас экономика не такая мощная. И на закусочку, ребята, что я хотел сделать. Давайте, наверное, может быть, на Джаунпур нападем. И Виджая Нагар. Ну, давайте попробуем. Но, прежде чем мы это сделаем, давайте, знаете что? Так, что я хотел? Автономию поднять, да? Иначе восстания будут слишком быстро и неизвестно, чем все это закончится. Так, почему не идем, а? Так, давайте, знаете что? Содержание армии пока сбавим. Очень долго будут идти наши солдаты. Так, у нас уже начинаются первые восстания. Но большинство из них будут здесь, а, да? В Индии. Да, возможно, неразумно начинать войну в таких условиях. Давайте поднимем содержание армии. Рекрутов у нас прибавится сейчас, да? Да, у нас начинается восстание, ребята. Немножко запоздал, ребят. Да, и вот еще восстание. Нет, ребята, я хотел напасть на Тарфур. И Виджая Нагар. Но в текущей ситуации это будет глупо. Смотрите, у нас очень много восстаний. 80. 60. То есть, в ближайший год. Это эти все восстания будут в ближайший год. Ну, по крайней мере, очень многие из них. Именно поэтому на Джаунпур и Виджая Нагар, казалось бы, не такие сильные страны. Но нападать на них было бы безумием. Хотя война с османами не так уж и долго длилась. Поэтому мы, скорее всего, в следующий раз на них нападем. Спасибо за внимание, ребята. Оставляйте свое мнение в комментариях под видео, интересно ли получилась серия. Всем спасибо за внимание. Всем пока.